Добрый день. Пример министру Армении Николу Пашиняну надо отдать должное. Хоть в чем-то он последователен, а именно в том, что преследует и терроризирует семью и близкое окружение второго президента Армении, первого президента Арцаха Роберта Кочаряна. Вчера прошла информация о том, что против его сына Седрака Кочаряна служба национальной безопасности Армении возбудила уголовное дело. Он обвиняется в отмывании денег и неуплате налогов. Приводятся какие-то цифры, 5 миллионов долларов или долларов. Что-то там организовалась какая-то фирма, через которую прошли эти деньги, неизвестно откуда взялись, неизвестно куда пошли, потом сели на счет Седрака Кочаряна. Директор этой фирмы дал признательные показания. На основании этого Седрака Кочаряна стали обвинять вот в этом и взяли подписку о невыезде. Вчера же вечером сам уже Седрак Кочарян распространил заявление через социальную сеть Facebook, в котором указал, что Никол Кашинян последние годы целенаправленно и методично терроризирует семью второго президента, за что получал не только в конвертах деньги, но уже в последнее время даже в коробках. Ну он там намекал, откуда могли быть эти деньги и так далее, но дело не в этом. Я думаю, что пока бархатная эта вся история будет продолжаться, Никол Кашинян в покое семью Роберта Кочаряна не оставит. Он будет целенаправленно преследовать и терроризировать всех членов его семьи и ближайшее его окружение. Он избран главной мишенью. Почему? Потому что, во-первых, я уже говорил несколько раз и повторю, что Кочарян избран главной мишенью, потому что 10 лет назад не позволил делать Армении то, что сейчас с ней делают вот эти соросовские кадры нашего нового правительства и парламента. 10 лет назад Армению пытались превратить в Украину, не получилось. Сейчас это получается. Тогда были потрачены огромные ресурсы на то, чтобы Левонтер Петросян пришел к власти. Кочарян этого не позволил и сейчас ему это, так сказать, за это ему мстят. Кроме того, у Николы Пашиняна личный счет Кочаряна, потому что он несколько месяцев провел в тюрьме, потом вышел по амнистии. И вот он за это как бы ему тоже мстит. И вообще Роберт Кочарян всегда указывал Пашиняну его место, где он должен находиться. То есть выше журналиста, редактора полужелтой газеты, там его настоящее место. А при Серже Сарксяне он дважды уже избрался депутатом парламента, а сейчас уже стал премьер-министром. Я думаю, что дело еще в том, что поскольку ожидания от революции не оправдываются, людям нужны хлеб и зрелищ, то вот бархатная власть подбрасывает вот такие зрелища в виде уголовного дела против Малвелы Григориана, да, там тоже обвинения сыпятся одно за другой. Вроде уголовного дела против Роберта Кочаряна, где когда почувствовали, что разваливается дело по 1 марта, появилась мадам Сильва. Я думаю, что это же самое Сильва Гамбарцумян появится в деле против Седрака Кочаряна, если первое обвинение будет разваливаться, оно будет обязательно разваливаться. Но в покое его семью Пашинян не оставит. У него еще есть другой сын, есть еще дочь, есть еще другие родственники, друзья, окружение. Вот Армен Геворкян уже тоже бывший вице-премьер, привлеченный и так далее. То есть целенаправленно будет идти атака с одной стороны, а с другой стороны народу будут объяснять, что вот не получаются наши экономические планы выполнить, потому что вот есть такой злодей, как Кочаряна и его семья. Не получается дать вам вдвое выше зарплату, пенсию, зарплаты повысить, потому что есть вот такой Роберт Кочаряна и его семья. Первое самое время, когда была революция, говорили о семье Сержа Сарксяна, если мы помним, да. Упоминался его брат Сашик Александр Азатович, который там владел всеми красными линиями, всеми видеорегистраторами скоростей, там был в доле 50 процентов со всеми бизнесами республики Армения. Постепенно все это одно за другим ушло на нет, и этого человека совершенно вообще забыли, потому что главной целью все-таки стал не он, не Серж Сарксян, а вот Роберт Кочарян. И теперь его семья подвергается вот такой атаке. Надо отдать должное Седраку Кочаряну, как и его отец, совершенно мужественно и спокойно переносит все эти обвинения. В конце своего заявления он написал, что все это аукнется бумерангом по тому, кто преследует его семью. Думаю, что так и будет, я тоже так считаю. Это лишь вопрос времени. Ведь Никол Пашинян прекрасно знает, что Роберт Кочарян и его близкие очень хорошо помнят и в курсе, как он себя вел 1 марта, как он привел людей на площадь. Сначала потащил их к посольству Франции, чтобы показать международному сообществу, какие они революционные. Одна провокация сменяла другую. Затем просто, когда уже ситуация вышла из-под контроля, началась стрельба и проглаз кровь, просто сбежал оттуда. Вот про то, что он сбежал, и почему он сбежал, и, видимо, куда он сбежал, некоторые люди в Армении хорошо осведомлены. А Николу Пашинянову очень этого не хотелось, чтобы кто-то напоминал ему о самом слабом месте, о его биографии. Поэтому мишенью его избрана семья второго президента. Что можно сказать? Если Роберт Седрака Кочаряна тоже начнут уже наши судьи, которым звонят, отправлять водорез, то в Армении может появиться второй политический заключенный. Дай бог, чтобы этого не случилось. Дай бог, чтобы и первый вышел на свободу. Но шоу должно продолжаться, как считает бархатная администрация.